МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Наверное, многие из вас помнят четверостишья Пушкина, которая звучала перед одной известной передачей. «Как много нам открытий чудных готовит просвещение дух, и опыт сын ошибок трудных, и гений парадоксов вдруг». Это была передача очевидная, невероятная. И сегодня у нас на прямой связи через Zoom один из авторов этой передачи, может быть, уже на ее излете, когда она преобразовывалась в нечто другое. Человек, который получил трижды премию ТЭФИ, это российская премия за лучшие телевизионные проекты, и зовут этого человека Наталья Спиридонова. Добрый день, Наташа. Добрый день. Я очень рада вас видеть и слышать. Вы меня слышите хорошо? Да, хорошо, мы вас слышим, и радиослушатели тоже слышат. Я хочу сразу же сказать, что, конечно, я имею отношение к программе «Очевидно, невероятное». Как мой нынешний герой фильма, которым я сейчас снимаю, Иван Фёдорович Паскевич, генерал-фельдмаршал России, имел отношение к Суворову. Он служил, так сказать, под началом тех, кто служил Суворовым. Значит, я работала 22, наверное, года с Ольбом Николаевичем Николаевым, который был основателем научно-популярного кино, телевидения. Ну, кино, наверное, громко, я говорю. Он был асом научно-популярного кино, но основателем научно-популярного телевидения. И он как раз начинал программу «Очевидно, невероятное» и много времени делал её с капицей. И что мне очень нравилось, что когда я один выпуск делала программу «Очевидно, невероятное», называлась это «Путь Ивана Павлова», об Ивана Фёдоровича Павлове. И надо было подписать за капицей, что капицей занимался своим делом, редко можно было с ним встретиться, кроме как съёмочной площадки. Надо было что-то за него подписать. Лев Николаевич подписал за него и сказал, что ни один эксперт не отличит, что это подписал другой человек. То есть он настолько с ним сроднился, что он мог легко за него подписать. И я считаю, что у Петра капицей было не два сына, а три, потому что Лев Николаевич Николаев был прямой продолжатель его дела, потому что ту науку, которую делал капицей, капицей, отец, потом два сына. Лев Николаевич её прекрасно популяризировал. И я, ну как бы прикоснувшись к этому, в какой-то степени вот этот эстафет приняла. Но сейчас я занимаюсь наукой, но часто, когда говорят об истории, то почему-то слово «наука» как бы с натяжкой сюда применяют. Но на самом деле это историческая наука, но я её популяризировала. Наталья, я хочу пояснить радиослушателям, что мы с Натальей Александровной знакомы, наверное, уже лет, бог знает сколько, поскольку мы учились вместе в Московском университете на факультете журналистики в одной группе, жили в одной комнате. В общем, такие давние-давние у нас связи. Наташ, вот хотелось бы узнать, как вот в то время, там, в 80-е годы люди приходили в научно-популярную журналистику, поскольку ведь, ну, это не было таким главным направлением, можно сказать, что среди наших однокурсников многие хотели писать о литературе и искусстве, понятное дело, что гуманитарная специальность, и казалось, что все могут рассуждать об этом. Гораздо меньше было людей, которые хотели бы писать, допустим, об экономике или о производстве, но и совсем мало было тех, кто хотел бы писать о науке, поскольку казалось, что физика и химия – это специально оставленные на обочине предметы, которые, ну, не будут больше досаждать мозгу молодого гуманитария, а тут тебе нужно погружаться в вещи, которые, ну, совершенно находятся на переднем крае прогресса, которые, может быть, трудно понимаемы для обывателя, но именно обывателю надо о них рассказать доходчиво. Вот каков был твой путь к этому? Почему тебя это так увлекло, и почему ты этим занимаешься всю жизнь? – Ну, я хочу сказать, что я когда-то делала фильм об Евгении Ивановиче Чазове, который был министром здравоохранения СССР, лично врачом Брежнева, я делала фильм к его 80-летию, и тогда он с удивлением сказал, «Я не знал, что доживу до 80 лет, но, слава богу, 29-го года рождения Чазов отметил и следующий крупный юбилей, дай бог здоровья». Так вот, мы фильм, который о нём делали, назвали «Волей судьбы», потому что всё, что происходило в его жизни, это было волей судьбы. И то же самое со мной. Если бы когда мы учились, мне сказали, что я, которая на физике делала всё, что угодно, кроме физики, и наш учитель не обращал внимания на класс, который бушевал и занимался с одним человеком, правильно делал, которому это было интересно. Но и потом в Кемерово, когда я работала после факультета журналистики, конечно, всё, ну, другие темы. Но как-то вот случайно там одна барышня, у неё был роман с учёным, Люба, и она меня попросила, позови его в студию и поговори с ним, он хороший парень. И вот я помню, ну, чего не сделать хорошую... Для друга. ...знакомой. Я позвала этого человека в студию. Это в Кемерово было или где? В Кемерово это было. Вот. Там вся, в общем-то, телевидение тогда, это мы закончили с тобой в факультете журналистики в 82-м году. И когда я приехала в Кемерово, на телевидении было, значит, плёнка, лимит один к четырём, киноплёнка. И, как правило, только человек начинает разговариваться, да, а там не артисты были в кадре и не писатели, а представители колхозов, секретари порткомов, деревенские школьники. Только он начинает говорить. Хоп, плёнка закончилась, всё. Поэтому в основном все передачи шли из студии, где видеозаписи, плёнку не экономили. И вот мы с ним говорили, я так поняла потом уже, через годы, что он мне объяснял про компьютер. Я так ничего не понимала. Ну, мы с ним поговорили достойно и даже как-то отметили на летучке эту программу. И такой был замок Леонид Митякин. Он сказал, это первая научно-популярная программа на Кемеровском телевидении. Вот, так сказать, это, конечно, никто не заметил, так сказать, происшествие, которого никто не заметил. Я сама не придала этого значения. Но у меня была, у нас с тобой была замечательная подруга, Рит Ломова. Вот, Рита работала на Шаболовке, в научно-популярной редакции. И поскольку она была очень, к сожалению, ее нет уже, к большому сожалению. Вот, она была человеком, который любил помогать своим друзьям. Не то, что любила, она это делала, так сказать, по велению своей души. И работая в научно-популярной редакции, она мне заказывала из Москвы в Кемерово программы. У них была передача, называлась она «Знай и умей». Детская. Вел ее космонавт Зудов. Замечательный. Я его, ну, как бы тогда плохо знала как личность. Потом, через год, уже работая в программе «Черные дыры и белые пятна», моя коллега сделала о нем сюжет. Он герой просто, потому что они приземлились, по-моему, упали под лед. Это была трудная посадка после полета в космос. Они еле выжили. Но я тогда ничего этого не знала. Если бы я знала, я, наверное, как-то бы относилась к нему с дистанцией. Но мы с ним общались нормально, хорошо, без дистанции. И делали, мы делали из Кемерово программы о детях, которые что-то делают. Юные моряки, юные геологи, дети, которые какие-то машины изобретают. И поскольку мы сделали это хорошо с режиссером Сашей Глобиным, который сейчас на ОТР работает и делал потом впоследствии сериалы, хорошие сериалы, Саша делал своими руками мультики. И мы так ярко и достойно делали эти программы, которые шли потом на Шаболовке, их без конца повторяли, Зудову наносили мешки, писем. В общем, на нас обратили внимание и с нами стали дружить. Поэтому, когда я приехала из Кемерово, с большим сожалению, потому что там был очень хороший коллектив, замечательно, но негде было жить. Было койко-место в общежитии, комбинат о шелковых тканях. И замечательная девочка-ткачиха, с которой я жила в комнате, которая Таня Худобина с нами работала, которая потом стала ведущей на «России вестей». И вот у нас работа заканчивалась, мы перемещались ко мне в общежитие и продолжали общаться. И вот эта девочка говорила, а что это за работа у вас такая, которая никогда не заканчивалась? Ну, потому что она работала на станке, станок выключил, всё, работа закончилась. Эта работа не заканчивалась никогда. Ну и вот такие, значит, а все такие, в общем-то, увлечённые люди на телевидении работали. И я приехала, когда вернувшись в Москву, естественно, я пошла к тем людям, которые меня знают. А это научно-популярная редакция, студия научно-популярных и просветительских программ «Гостелерадио». И как-то вот мне сильно везло на людей, потому что я, собственно, без связи. Человек, за которого некому было похлопотать. Но был такой, Геннадий Александрович Подоплелов, который говорил, «Наташа, чем тебе помочь?» «Чем тебе помочь?» Тогда было очень трудно работать в штате, потому что Москва – закрытый город. Но они как-то вот меня тянули. И, собственно, потом Марина Сергеевна Савченко, которая внучка адвоката Плевака, я потом сделала о нём фильм об адвокате Плеваке, она сказала, «Слушайте, ну она же как Лёва, а Лёва – это Лёва Николаевича Николаева, которого я тогда не знала. И они меня, Лёва Николаевича Николаева, подсунули как сотрудника. И всё, это был 89-й год, и дело пошло, что называется. А я хочу сказать по поводу пытливости ума. Ум пытливый, но если ты не математик, не химик, не физик, не понимаешь этого, но хочешь об этом сделать программу, тебе сильно не надо понимать. Потому что, как говорил Лёва Николаевича Николаев, в Академии наук академики, когда собираются между собой, они друг друга не понимают часто. Те, которые продолжают говорить, как они говорят на птичьем языке. Птичий язык – это язык терминов. Когда начинают, я не знаю, боюсь, что-нибудь неправильно сказать, говорить терминами своей области науки. Но если человек из этой области науки, то человек рядом из другой области науки, он его не понимает. Значит, надо находить язык, который понятен всем. И вот наша задача была, и Лёва Николаевич этому учил, замечательно, говорить на доступном языке очень сложные вещи. А как говорить? Сравнивать. Находить сравнение. И то, что начинают… И мне даже кажется, что когда делает фильм, программу такой человек, как я, это лучше. потому что если человек в теме, ему будет казаться, что всем в теме, все не понимают. А я, поскольку не понимаю, пока я не дойду до сути, я не смогу, так сказать, это передать другим. Чтобы дойти до сути, я задаю дурацкие вопросы. Причем нас с тобой, когда это на факультете журналистики учили, что не бойтесь задавать глупых вопросов. Не бойтесь задавать дурацких вопросов. То есть не пытайтесь выглядеть хорошо. Умнее, чем вы есть на самом деле. Да. И вроде как ты пришел к собеседнику и сам все знаешь, но зачем-то ты хочешь от него что-то узнать. А ты пришел к нему для того, чтобы узнать. И узнавай, пожалуйста. Вот. И поэтому вот так вот… Ну, бывают, конечно, тяжелые места. Вот я, например, мы делали фильм. Кстати, мы когда с тобой поступали на факультете журналистики, это был 77-й год. Я помню, когда уже поступивши, я пришла в ДАС, это дом аспиранта и стажера, где мы жили, общежитие, в фойе висела такая, ну, табличка по поводу гибели ректора Рэма Хохлова. И почему-то вот я так это запомнила, и, ну, вот эта личность Рэма Хохлова, как-то мне… Ну, плохо его представляла, вот, но запомнила. И как-то вот по… В какой-то момент я увидела, что ему юбилей, ну, через годы. Вот. И я предложила на «Культуре» сделать о нем фильм. И сделали фильм, и я поняла, какая это просто была удивительная фигура. Ну, например, например, академик Гуляев сказал в интервью в фильме, что если бы мне… А он дружил с Хохловым. Если бы прилетели инопланетяне и попросили представить об лучшего человека Земли, я бы им представила Рэма Хохлова. То есть у меня, у нашей коллеги Лены Черновой, отец тоже физик, вот, и когда ее жених приходил сватать Лену к отцу, он пришел с портретом Рэма Хохлова. Ну, то есть того показать, что это свой человек. И ты была какая-то вот такая харизматичная личность. Так я хочу сказать, что я все о нем узнала. Он альпинист был, он, собственно, погиб в горах. Но про его науку мне было так трудно рассказать, что я писала небольшой абзац, там, суть того, чем он занимался. Ну, естественно, я звонила людям, которые я прочитала тоже по телефону то, что я написала, чтобы проверили, потому что тут я, конечно, могла ошибиться. Вот, но проверяли, когда-то находили ошибки, когда-то нет, но это обязательно. А так в основном, как бы, как нас учили, доносить историю личности, а через личности науку. Наташа, вот вопрос о проверке, да, ну, о всезнайстве, о том, что иногда, может быть, в последнее время, особенно, люди, которые, ну, не обладают, на самом деле, ни знаниями, ни эрудицией, ни культурой, пытаются рассуждать обо всем, и более того, журналисты к ним приходят и используют их мнение как какое-то экспертное мнение и так далее. Вот с чем это связано? С какой-то девальвацией журналистики как таковой или с веяниями времени, когда вот информация стала такой всеобщедоступной, любой может быть там блогером, любой может там создать свой канал, набрать там миллион подписчиков, и они будут сидеть, раскрыв рот, слушать этого человека, хотя он говорит заведомо, ну, глупости, вообще ерунду и так далее, просто потому, что он популярен, и вот 25 моих подружек подписано на него, и я тоже подпишусь. Ну, а что делать? Это давность, просто я могу сказать только о себе, что очень хорошо чувствуешь, кто перед тобой, ну, что человек тебе говорит и какого он уровня. Почему-то это, ну, может быть, от опыта работы зависит, это чётко понимаешь, вот есть у человека, ну, как бы предел, или предела нет. И просто, ну, как бы, с этими людьми работаешь. Ведь мы же работаем, ну, я не знаю, конечно, там, YouTube, это прямой эфир, но мы же с монтажом работаем. Поэтому просто тех, кого я вижу, что это совершенно не туда, мы не берём монтаж, или берём чуть-чуть. Вот, но, конечно, многие идут по пути наименьшего сопротивления. Просто ведь у нас есть программа, которую мы сейчас делаем, из трёх. Это исторический альманах из пяти сюжетов, и там, значит, ну, разные темы. И когда мы собираем коллектив авторов, то я говорю, найдите что-нибудь своё, чтобы мы отличались от всех остальных изданий, которые, ну, я не хочу сказать прямо о всех, ну, многие, которые просто берут, заходят в интернет, и всю информацию, которую уже нашли другие люди, себе собирают и компилируют себе сюжет. То есть у нас должна быть какая-то то, что открыли мы. Ну, естественно, с помощью каких-то исследователей, с помощью каких-то... Потому что для того, чтобы самому открыть, это надо потратить очень много времени. Мы такие пчёлки, которые перелетают с цветочка на цветочек, собираем нектар, но потом мы должны сделать мёд, понимаешь, который принесёт пользу. Поэтому я не стесняюсь того, что я пользуюсь наработками. У меня есть и свои наработки, конечно, но всё равно я ищу специалисты, которые изучал этот вопрос. Я вижу, вот сейчас мы занимаемся по скетчер, я просто вижу тех людей, которые работали с документами, с документами в архиве. Тех людей, даже писателей, у которых есть книжки, которые ни одного документа в руках не держали. А я... Вот мы делали фильм о путешествии Петра в Европу, и в связи с этим брали одно из последних интервью Даниила Гранина. И он сказал такую мысль, которая, я считаю, она просто исключительно подходит всем, кто занимается историческими, в частности, материалами, или любой темой, если он делает материалы о человеке. Вот Гранина сказал, что он написал несколько книг о Петре Первом, и ему очень хотелось РГАДА, Российский государственный архив древних актов. Там хранятся документы Петра, в частности, документ, который Петр должен был подписать. Он сидел над ним всю ночь. Это был документ о казни его сына. И Гранина говорил, что я понимал, что этот документ опубликован, но я должен был подержать его в руках. Потому что, ну понятно, да, это именно над этим документом Петр сидел, и всё то, что в нём, так сказать, происходило, это было связано с этим документом, весь ужас, который он должен был пережить. И всё, эта ночь, она вся связана с этим документом. И поэтому, конечно, когда делаешь материал, фильм, передачу, сюжет, хорошо бы как-то вот каким-то образом проникнуть к личности, к событию. И чаще всего это через какие-то архивные документы, которые очень... Ну, понимаешь, то, что ты говоришь, это такой углублённый подход, это исследовательский подход, это стремление найти разные источники, установить какую-то истину и так далее. А у нас вообще сейчас очень много верхоглядства. Вот не получается... Какая-то просто лемность. Я говорю, что это, ну, как бы, во-первых, привычка, во-вторых, ну, наверное, мало времени у людей, а потом, наверное, просто нет желания, потому что зачем? Можно же всё взять из интернета. Ну, в интернете интернет — это и большое сокровище, и большая помойка, к сожалению. Да, да, и часто видишь ошибки, которые допускаются там, но ничего не поделаешь с этим. Просто ничего не поделаешь. Тут как-то, наверное, в силу того, что всё вот так вот преподносится легко, и какое-то такое отношение лёгкое. А может быть, мало у людей тщеславия, потому что мне, например, приятно, когда я что-то найду. И для меня это, как бы, я чувствую, что вот, молодец, что-то нашла. А вот, кстати, от тщеславии. Да, кстати, от тщеславии. Когда ты получила первую премию ТЭФИ за фильм о Гарсио Лорке, конечно, весь наш курс ликовал, потому что это было такое большое событие для всех, и все радовались за тебя, и гордились, конечно же, тем, что где-то на одной скамейке или в одной аудитории с тобой находились в своё время. А вот насколько действительно сегодня эта премия является, ну, показателем качественной работы, насколько велика конкуренция при подаче произведений на эту премию. Потому что мы знаем, что есть и другие примеры, ну, например, там премия «Большая книга», она во многом очень конъюнктурная, и, как многие эксперты отзываются об этой премии, что она, ну, как тенденциозно политизированная, что ли. Вот в телевизионной журналистике чувствуется тенденциозность и вот в частности присуждение премии, как ты можешь сказать, уже трижды её получив? Что я тебе скажу? Когда получаешь, то всё прекрасно, всё справедливо. Когда не получаешь... Конечно, они враги все. Ну, на самом деле, вот с первой премии это был какой-то, ну, хороший такой перст судьбы, потому что в тот самый момент что-то так всё не клеилось, и я подумала, а может, я не тем занимаюсь. Вот правда, такая была, ну, какой-то вот период, что я совершенно, мне казалось, что всё неправильно, всё неудачно, как-то всё не клеится, какие-то конфликты. Может, я не туда двинула, в своё, так сказать, по жизненному пути. Вот. И когда вот трифи получили, то всё, это я всё забыла сразу же, и как-то действительно это было очень приятно, и, ну, как-то вот со всех сторон, когда поздравляют, и чувствуешь себя... А мне ещё за месяц до этого снились всё время, что я ем шоколадные конфеты. И причём... Вещи, сны. Ну, какое-то наслаждение получаю, но я, ну, как множество шоколадных конфеток, причём одна коробка была шоколадных конфеток, на которой было написано «Тэйфи». Но это я уже потом как бы осмыслила, что это... Ну, это значит, вот я человек мистический, что это не случайно. Вот. Потому что у нас была большая конкуренция, это были очень хорошие фильмы, мы получили в номинации лучшие документальные фильмы. Это были очень хорошие фильмы, очень хороших режиссёров. И когда... Мы считали, что мы не пройдём, и когда мы прошли, это просто был... Ну, кайф просто. Но по поводу, значит, вообще, так сказать, премии, когда-то я брала интервью, когда мы, кстати, делали фильм с Иваном Петровичем Павловым, у такого историка науки Ярошевского. И... А Павлов уже получил Нобелевскую премию. И когда Ярошевский стал... Он действительно очень был такой хорошо говорящий, эрудированный историк науки. Он сказал, если бы вы знали, как даётся Нобелевские премии, сколько там знакомые, незнакомые. Понимаешь, вот без этого никак. Мы когда получали ТЭФИ тоже за... Ну, за Лорку, это был первый, это просто было супер. Но всегда получали ТЭФИ приятно, я тебе скажу. Ну, конечно. Да, когда получали за Сеченова, Ивана Михайловича Сеченова, нам ещё дали к ТЭФИ, ну, к статуэтке, стажировку на Би-Би-Си. И когда мы месяц там стажировались, вот, и когда мы там общались с Би-Би-Си-шниками, то кто-то сказал, а как у вас распределяются там, ну, заказы, из группы спросил, ну, как, сказали, как везде, друзья, знакомые. То есть, ну, без этого, я считаю, конечно, трудно, но иногда бывает, что... То есть вы вскрыли коррупцию на российском телевидении для врагов из Би-Би-Си? Нет, ну, понимаешь, это, ну, тот парень, который спрашивал, он спросил, как заказы распределяются, ну, там у них, на фильмы, там, я не знаю, ну, просто без этого никуда не денешься, и это, наверное... Ну, я хочу сказать, что бывают такие... Ну, вот мы сейчас были на православном фестивале встречи в Огненске, и там гран-при получил фильм очень хороший, знаменский распев или распев, я точно не знаю. Знаменный распев, да. Знаменный распев. Сделал молодой режиссёр Филипп Орлянский или Орлянский. Ну, наверное, специально назвали Филипп, потому что Орлянский. Вот. И когда он получал гран-при, члены жюри кричали «Браво!». И вот я подумала, что вот это, наверное, высшее, да, когда ничего, вот есть только фильм, который настолько потряс людей, что тут даже разговоров нет. Поэтому всё по-разному. Ну, хорошо, когда получаешь. Хорошо. Вторая премия была за Сеченова, а третья? За программу «Чёрные дыры, белые пятна», где я была шеф-редактором. Сеченова я была автор сценария, и лорки, а программу «Чёрные дыры, белые пятна» я 12 лет делала как шеф-редактор, и мы получили... С какого по какой год, Наташ? По-моему, по-моему, вот в 2000-м, мы когда получали ТЭФИ, мы ещё делали программу «Сенсация», наверное, с 2001-го по январь 2015-го. Вот. А почему, очевидно, невероятная сменилась другим брендом? Ну, это всё... Ну, во-первых, редакции ломались, это же было... Гостелерадио рухнуло, стали появляться там АСТВ, Ассоциация научно-популярная и процедитического телевидения. У нас были программы Сенкевич, Клуб путешественников, Гроздов в мире животных, Капица, очевидно, невероятная, Лев Николаевич Николаев по знакам Пи, потом «Гений и злодеи», вот, и ещё там медицинская программа. Я просто, к слову, хочу сказать, что когда, значит, я с трудом добивалась места в жилищном кооперативе, вот, то я принесла письмо в очередную какую-то там... Инстанцию. ...зоведение, подписанное, Дроздов Капица, Сенкевич Николаевич. Но не помогло, всё равно не помогло, но мне так понравилось, что у меня вот какая... И тогда, как бы, к нашим ведущим, ну, наверное, поступали предложения, что, а чего вы, так сказать, в своей, ну, такой компании, вы же сами можете. То же самое, что произошло, извините, с большим государством. Ну, вы же сами можете. И вот все... Парад суверенитетов. Да. Конечно, ну, кто мог сказать, нет, я сам не могу. Конечно, сами могут. Ну, и могли, пока сил хватало. Всё-таки, они все были 38-го года рождения, там, 37-го. Наташа, а вообще, вот этот феномен людей, которых научно-популярное телевидение сделало буквально звёздами, буквально звёздами всесоюзного масштаба, в чём было объяснение такого феномена, в том, что действительно люди вот в советской стране, самой читающей стране в мире, жадно искали вот информацию и впитывали её. Была масса научно-популярных журналов, начиная от младших школьников, там, моделист-конструктор какой-нибудь, юный натуралист и так далее, и заканчивая там крупными изданиями, такими, как «Наука и жизнь», которые тоже вот хранились просто в семьях под шипками и к ним обращались и так далее. То есть они пришли в нужное время, в нужное место, или это была политика какая-то, гостелерадио, которая была направлена на то, чтобы выискивать таких людей, выводить их на экран. Ну, как бы Сенкевич сходил с Хейердалом в своё путешествие, не будучи телеведущим, но потом как бы на его славу уже наложили программу. Как это вот делалось? Ну, я, конечно, как и ты была маленькая тогда, но я хочу сказать, что это ведь была политика государства, культ образования, культ, ведь считалось, что я, правда, ни одной программы, очевидно, невероятно, не видела, живя в городе Бельсе. Ну, просто я жила в такой семье, как бы это была не главная передача, но папа науку жизни и вокруг света выписывал, и подшивки были, потому что... А, ещё и химия и жизнь. Химия и жизнь. Да, потому что это как-то, ну, висело в воздухе, что это надо, это хорошо. И вот этот культ, образование и, так сказать, просветительство, он был. А я думаю, что просто, ну, всегда же телевизионные, там, редактора, да, режиссёры, они ищут людей, которые хорошо смотрятся в кадре, и которые хорошо, органично там себя ведут. Я знаю по легенде, что Сенкевичу сказали бороду сблить, потому что с бородой нельзя было на телевидении. А Дроздов пришёл, по-моему, на место Шнейдеров, по-моему, вёл, да, в мире животных. Нет, нет, не Шнейдеров, по-моему, до Сенкевича вёл клуб. Вот я боюсь тут, конечно, заботаться. Ну, короче, Дроздов кого-то сменил, я не готова, как бы я подготовилась. Вот. И, ну, он очень ведь хорош, Дроздов. Он замечательный, он и в компании, правда, он сейчас много поёт, потому что у него такой период, что он Дроздову дает слово, он начинает петь какие-то песни. Ну, вот. человек, который, и мне кажется, что труднее найти, ведь про Ксению Маринину что говорили, что, кстати, Рязанов, по-моему, говорил, что когда заканчивался, вот, они хотели сменить ведущего, а они меняли периодически, этого она вела в ресторан, и, значит, с тяжёлым сердцем человек шёл с ней в ресторан, понимая, чем это чревато, и она, значит, говорила о том, что, вот, ну, следующий будет, я не знаю, по какой причине, вот, а в этой сфере очень сложно найти, там, режиссёров, артистов, всё-таки, они все головные, выглядит хорошо. Ксения Маринина, я хочу напомнить радиослушателям, это режиссёр такой тоже популярной передачи «Кинопанорама», которую начинал Алексей Каплер, а потом вёл долгие годы Эльдар Рязанов. И, да, в культуре, в артистической среде найти говорящего человека проще, а вот в научной среде сложнее. Да, но я хочу сказать интересный случай, о котором говорил Леонид Николаевич, что когда к вопросу о звёздности, приезжает Сергей Петрович Капица, он был учёный, уважаемый, занимался наукой, и когда он в составе любой делегации, будь там в составе этой делегации президент Академии наук, куда-то прибывал, то случалось неотвратимое. Первым делом шли пожимать руку Капицы. Никому другому, ни людям, которые выше его рангом, Капица. Потому что это телевидение, это лицо, которое олицетворяло науку, и это не нравилось очень, так сказать, академикам, которые были старше ранга. Ну, это к слову. Вот, так что, ну, конечно, вопрос судьбы тоже оказаться в нужном месте, но я хочу сказать, что вот Леонид Николаевич, который её, ну, он был, замечательный документалист и ведущий хороший, он был абсолютно, ну, спокойно относился к тому, что он за кадром был. Он ведь делал, очевидно, невероятно, 20 лет. Понятно, что люди, которые ведущие, которые занимаются другим делом, они не будут каждую программу делать. Они приходят в студию и записывают то, что им написал редактор. И, ну, делают это хорошо, его там по многим ведущим даже не скажут, что он говорит чужой текст. Но часто, как бы, беря за основу мысли и говоря своими словами. И вот Леонид очень хорошо, ну, спокойно относился к этому, что он за кадром. Но начальство ему сказало, что хватит, давайте делать уже вашу передачу. И предложили делать вот проект под знаком ПИ. То есть вот и таким образом попадают к людям кадром. Мне, кстати, предлагали делать женскую передачу на первом канале. Вот. Но для этого надо было уйти и под знаком ПИ, а ведущей быть женской программы, а почему, значит, быть ведущей срочно, потому что ведущая там поругалась с начальством и ушла. Я так подумала, чего-то мне не очень захотелось ввести женскую программу, я отказалась. Ты решила, что это снижение градуса? Нет, ну, понимаешь, как-то вот что-то неуютно было, женская программа, что я там буду делать. Ну, как-то вот после того, чем занимаюсь, ну, я молодец, потому что Света вернулась на следующий день. Слышишь, как бы было мне неудобно, если бы я согласилась, но я бы все равно не взял. Это Света какая вернулась? Света Голицына. Это был небольшой период, программа называлась «Я женщина». Вот. И она делала там... То есть такое тщеславие, которое вело нас в свое время на факультет, ну, в телегруппу, то есть стремление быть на экране, оно отступило перед какой-то профессиональной честью в данном случае? Понимаешь, при всем при том, что нас же учили, как быть на экране. Это же не то, что мы там... Мы это можем делать спокойно. Спокойно. В Кемерово я торчала в кадре все время, потому что там все программы были и студии. Все было очень смешно, когда с Таней Худобиной там была молодежная орбита, мы вместе вели этот молодежный вечер, у меня такая спокойная, размеренная речь, а Худобина быстро, энергично, тараторит. Ну, две такие разные девочки. Но при всем при том, вот почему-то мне не захотелось, хотя это, ну, нормально и хорошо. И я помню, даже когда я сказала, что них я не хочу, то очень удивились. Говорят, и что, тебе предлагают ведущие на Первом канале, своя программа. Ну, это просто, понимаешь, у меня тогда объяснений не было, но, может быть, я просто предвидела, что это все равно пустое предложение, потому что, ну, Света оценила, чего я теряю, и вернулась на следующую жизнь. Ну, то есть тебя хотели как штрейкбрехера использовать. Ну, тогда не стоял вопрос, потому что это какие-то были частные дела, и штрейкбрехеры, это другие люди, они есть, но другая ситуация. Это обычная разлучшая ситуация, но ушел человек. Меня, кстати, вот в штат гостерадио взяли тоже на место Мины Зарецкой, которая ушла в АТВ. Освободилась, ставка начнет. Ну, нормально. Это не штрейкбрехер. Просто, просто так. Наташа, хотела спросить вот об ученых еще, Рэм Хохлов, которого ты упомянула, мне кажется, что он был, может быть, вот таким последним харизматичным ректором, ну, как мне кажется, Московского университета, а на смену ему пришли какие-то, ну, такие вот бюрократы от науки, как мне кажется. Может быть, я не права, конечно. Ошибаешься. Ошибаешься. Дело в том, что я делала... Вот у нас с тобой в дипломе стоит подпись Лагунов, ректор. Значит, еще я делала «Черные дыры, белые пятна», а может быть, «Сенсация» еще программа была, она недолго была, программа. Вот, и Лев позвал, Лев Николаевич, говорит, что вот ректор Лагунов опровергает теорию относительности Эйнштейна. И съездите к нему, снимите сюжет. Если бы это был любой другой человек, то его бы, конечно, как объявили и кем. Но ректор Лагунов... Мне было интересно, потому что его фамилия в моем дипломе. Академик Лагунов. Он тогда уже не был ректором, академик Лагунов. Вот. Мы к нему приехали. Это такое вот... Мы даже сначала думали, что заблудились. Где-то в Кунцево на такой большой территории, двухэтажные такие дома. Это было после Нового года сразу. Я помню, что я тогда еще никогда не видела, чтобы в квартире была отдельная комната, где стоит огромная елка, потолок. Вот. Он нас очень хорошо принял. Вот. Рассказал свои, так сказать, воззрения, на чьи исследования он... Опирается. Опирается, да. Вот. И у меня осталось очень хорошее впечатление. А потом мы делали фильм о Николае Николаевиче Боголюбове. Это человек, который создал дубну. А я с дорогой душой это делала, потому что я делала до этого фильма о Бетанкуре, испанском инженере, который был отцом-учителем наших инженеров. И книгу о Бетанкуре написал Алексей Николаевич Боголюбов, его брат. К тому времени уже не было Алексея Николаевича Боголюбова, но Николай Николаевич давно умер. И был жив один их брат, Михаил Николаевич Боголюбов, востоковед, ученый, семья ученых, блестящая семья ученых. И, значит, ну, естественно, там смешно было, что мы, когда приехали в дубну на съемки, там вышел человек, который стал нас пытать, ну, как бы, видев нас, врагов. Покажите сценарий. Я любезно спросила, что еще ему показать. Он сказал, что напишите расписку, что вы, значит, когда сделаете фильм, покажете нам, и без нашего типа добро в эфир не пустите. Как потом выяснилось, этот человек, я его, оказывается, не пригласила в фильмах о Хохлоне. Он обижен был. Но мы развернулись и уехали, потому что в таких условиях никто не работает. Но это в Дубне, который создал Боголюбов. Выяснилось, что учеником Боголюбова был Лагунов. Мы приехали в Портвино. Он был, это тоже академгородок, который старше Лагунов. И вот мы нашли хронику, где он молодой, в Красногорске. Он нас так принял и так с нами говорил, что я, а он, знаешь, такой был с окладистой, такой белой бородой. И у меня было такое ощущение, что это, знаешь, как в фильме «Сказка о потерянном времени». Мальчишка, которого сделали старичком. Потому что он так говорил обо всём, о науке, о том времени. И в конце концов чем он его вообще убил, что, убил в смысле, что мне хотелось вот... Поразил самое сердце, да? Да, да. Он сказал, что у них там были такие схватки, что он доходил до того, что он хотел драться. То есть, вот, ну, научные схватки. Если это представило, это классно. Понимаешь, вот идти и начинать драться. Потому что других аргументов уже нет. Вот. И я, когда фильм вышел, вот я ему позвонила, чтобы он смотрел, вот, и он говорит, ну, увидимся же с вами ещё когда-нибудь. Я говорю, ну, очень хотелось бы, но уже всё. Он был в таком возрасте, что он в скорости умер, но у меня осталось светлейшее впечатление об этом человеке. И таких очень много. Вот Гуляев, Юрий Гуляев, академик, который в сотовом телефоне, нет, он не в сотовом, в сотовом это наш лауреат, который в Нубинске. Я забыла. Ну, неважно. Ну, я вспомню. Вот, он его друг. Ну, короче, Гуляев. Начинает рассказывать много чего. Альфёров, который по сотовым телефонам там что-то придумал, а Гуляев тоже что-то придумал, очень много, и тоже он периодически, так сказать, кандидат на Номеревскую премию. И вот Юрий Васильевич, по-моему, Гуляев, мне рассказывает, что вот у него он учился, значит, я не знаю, где там он учился, я забыла, вот, и у него соседом по комнате был парень из Сухуми, а в Сухуми там этот самый ботанический петонник, там обезьяны. И вот люди проводили опыт, чтобы совместить обезьяну с человеком, и вот этот парень, он продукт совмещения был обезьяны с человеком, потому что его мама обезьяна. Я говорю, так, академик передо мной, директор института, говорит, я говорю, Юрий Васильевич, мы обязательно должны об этом сделать сюжет. Ну как, это же супер. Он говорит, да, вот, он такой волосатый был, я ему говорю, ты в маму. А, это меня академик говорит. Не безвестная тебе Наташа Лазутова, наша сокурсница тоже, она делала сюжеты в черной дыре. Я говорю, Наташа, вот тебе гуляем, делай сюжет. Наташа, прогуляем. Он тебя надул, я поняла. Короче говоря, ученые, с которыми ты общаешься вот уже больше 30 лет, это люди совершенно необыкновенного темперамента, необыкновенного хромосомного набора, и, наверное, мы должны, может быть, рассказать об этом еще в будущем как-то поподробнее, потому что, действительно, вот этот культ науки, который существовал в нашей стране долгие годы, и который породил это поколение людей пытливых и из самых разных слоев вышедших и действительно совершивших великолепные открытия, удивительные, которые, может быть, мы еще не до конца осознали в данный момент, это, ну, действительно, счастье работать с такими людьми и, ну, счастье, что есть редакторы, режиссеры, сценаристы, которые работают и с тобой, и которые, ну, являются твоими единомышленными, которых ты объединяешь, вот в данный момент, как уже руководитель студии, да, вот, и я просто хочу пожелать вам всем там здоровья, творческих всяческих планов и не останавливаться, находить новые жемчужины на этом пути. Я так поняла, что мы заканчиваем? Да. Я хочу сказать, можно еще вот истину, которую мне сказал академик Анохин, которого тоже уже, к сожалению, нету, мы пришли к нему в начале 90-х, когда наука совершенно была, ну, я не знаю, на каком уровне, я ему сказала, наука гибнет, он сказал, девочка, наука не погибнет никогда. Это очень радует. Итак, у нас на прямой связи была Наталья Спиридонова, автор, режиссер, сценарист, теперь уже руководитель студии Плеяда, которая производит научно-популярные фильмы, исторические фильмы, их можно найти и в Ютюбе посмотреть, это вещи, которые, ну, действительно, показывают знакомых нам личностей совершенно с неожиданной иногда стороны и которые расширяют наш кругозор и понимание этого мира. Программу «Очевидец» провела Людмила Прибырская, звукорежиссер студии Родион Золотарев. Всего доброго, до встречи через неделю. Радио Болтком